Всем привет! И сегодня я хочу поделиться с вами своим заказом Avon. Это был небольшой заказ из компании номер 9 и из компании номер 10. Я их скомпоновала, объединила вместе и решила снять в одном видео, так как заказ Арифлейм мне еще не пришел. Хочу поделиться своими какими-то новинками, тем, чем я осталась в принципе довольна. И давайте приступим. В компании номер 9 я заказывала две помадки. Там, по-моему, была акция. Одна за 35, по-моему, гривен и две ты покупаешь за 50 гривен. Очень выгодное предложение было. Так, в принципе, мне ничего не понравилось именно в компании номер 9. И я не хотела ничего там заказывать, но вот приглянулось мне предложение по поводу двух помад. И помаду я заказала из серии Совершенство и из серии, по-моему, матовый цвет, либо максимум цвета. В российских и в украинских каталогах называется по-разному эта помада. Поэтому я просто буду говорить из серии матовых помад. У меня оттенок Фуксия и из серии Совершенство у меня оттенок Тендер Мауф. По поводу оттенка Фуксия из матовой серии я очень ждала этот оттенок. Он мне очень понравился в видео у девчонок про обзоры из свочи на эти матовые помады. Так как у меня уже есть помада из матовой серии Оранжевая, я знала, чего мне ожидать, насколько сильно подсушивает губы эта помада. У меня уже есть оттенок Фуксия, но он не такой. Тем более, что это матовый оттенок, тренд сезона, темный, он яркий, насыщенный и мне он за это нравится. Я очень люблю сейчас, вот в летний период, им пользоваться. Как я уже говорила, вот эти вот все помады матовые, они подсушивают губы, но если увлажнять перед их нанесением губы, то все будет хорошо. По крайней мере, у меня все нормально, потому что я долго не ношу эти помады. В основном, там максимум дойти до работы, на работе я не обновляю эти помады, потому что на работе я пользуюсь бальзамами. Стойкость этой помады, то скажу, она стойкая, не в плане именно самой помады, самой текстуры. Она стойкая за счет того, что она немножко отдает пигмент. Если у вас шелушатся губы, либо шелушение только недавно сошло, этот пигмент въестся вот в эти вот, как ранки, неранки, в общем, в те места, в которых еще не обновилась кожа, у вас будут такие проплешины. У меня просто такое было, поэтому предупреждаю, что эта помада имеет пигмент и не всегда ты ее можешь нанести на губы. Шелушение, конечно, мне она, допустим, не явно подчеркивала. Она их подчеркивала, но их было незаметно. И вторая помадка, это у меня, как я говорила, серия совершенства. Оттенок Tender Mouth, еще раз повторю. Эту помаду я показывала в теговом видео, не удержалась, на протяжении месяца, изо дня в день я ею пользуюсь. Даже дом, она мне заменяла и бальзам, и какой-то вот оттеночный продукт для губ, чтобы сделать их немножко выразительнее. Вот если наслаивать, получается вот такой вот оттенок, и можно дальше даже наслаивать, будет еще темнее. Если наносить очень-очень так лояльно, даже так еще растушевать пальчиком, получается вот такой вот оттенок, очень-очень слабый. Окружающие не замечают того, что у вас что-то на губах. Это довольно-таки хороший плюс. Честно могу посоветовать тем девушкам, у которых парни не любят косметику, не любят, когда вы краситесь. Это как раз вот такой вариант. И также могу посоветовать эту помаду девушкам, которые не любят перегружать свое лицо какими-то тяжелыми продуктами, тяжелыми текстурами. Я могу посоветовать со стопроцентной точностью вот этот вот оттенок, эту помаду, если вы, конечно, любите продукцию Эйва. И по 10-й компании я заказывала три продукта. Покажу сразу помадку. Это у меня серия, по-моему, Ультра. Называется она Рип Папайя. Я смотрела свочи тоже на эту помаду. И оттенок у меня вот такой вот. Я его вижу ядреным. Я не знаю, камера, наверное, будет его перевирать, потому что он, в принципе, такой, я не знаю даже, как вот описать этот оттенок. Он кислотно-оранжевый, что ли. Ну, такой легкий кислотный оранжевый оттенок. Сейчас покажу вам своч. Он, конечно, легкий такой своч, но можно его также наслаивать, и получится такой довольно-таки темный оттенок. Вот так вот выглядит эта помада. Вот здесь я нанесла так вот слегка-слегка, и вот здесь вот очень так несколько раз наслаивала. Получился такой ядреный оттенок. Так как я уже заказывала подобный оттенок из серии Совершенства, не помню точно его название, они похожи между собой, но этот получается намного темнее. Я довольна качеством этой помады, но не советую ее наносить на какие-то проблемные губы. Когда я наносила эту помаду, у меня губы были нормальные, но потом появились небольшие шелушения, хотя до этого она легла хорошо, но в течение какого-то времени, когда она у меня была на губах, я постоянно делала вот так, и постоянно ерзала туда-сюда этот оттенок. Он у меня забился в какие-то шелушения, подчеркнул их, это было очень некрасиво. Так что вот такой вот оттенок, именно Рип Папайя, его лучше наносить на идеальные губы, либо на бальзам, потому что я еще наносила не на бальзам. Текстура очень мягкая, кремовая, и я считала, что не нужен бальзам, поэтому не нанесла. И вот так вот, в принципе, получилось. Но сама помада и оттенок мне очень понравились, буду, конечно, дальше пользоваться. И еще одна вещь, которую я очень хотела и заказала ее, соответственно, это туалетная водичка, называется она Caribbean Paradise или Paradise. Это новая туалетная водичка, которая была представлена этим летом. Здесь представлены цитрусовые ноты, по-моему, персик и белый мускус, если я не ошибаюсь. Первые ноты это действительно цитрусовые. Я даже не знаю, как в туалетных водичках, по-моему, ноты не описываются. Верхние, нижние и все такое, я точно не знаю. По-моему, ноты описываются только в духах. Но потом отдает персикам, причем это не как-то раскрывается, а именно вот сразу вы нанесли, сразу такой цитрус вы ощущаете. Буквально 10 секунд вы ощущаете вот этот персик, хотя он мне не напоминает персик, мне больше напоминает какое-то вот что-то манго, папайя. Больше манго мне напоминает запах, не знаю почему. Но вот, может быть, в перемешку с цитрусовыми получается такой аромат. И окончательно это уже мускус. Я этот мускус ощущаю везде, потому что все ароматы, которые мне нравятся от Avon, и которые у меня есть, в них присутствует мускус. И здесь он ощущается очень. В принципе, если так можно назвать, ноты сердца, то бишь персик, мне нравятся больше. Если бы они не делали бы из мухи слона, а сделали бы просто персиковую водичку, это было бы намного лучше и намного, я думаю, любимее. Потому что многим нравятся такие вот запахи. Тем более, это такой персик, он не сладкий, а он больше свежий. Вот реально такой свежий персик, который не навязчивый, не тошнотный такой, не ярко выраженный, а очень легкий. Летом буду пользоваться на все сто, и уверена, что она будет у меня в летних фаворитах. Так что, если вы еще не приобрели, то попробуйте, советую. И первый раз в жизни я решила заказать что-то из одежды в Avon. Я заказывала топ по 10-й компании, который выглядит вот так вот. Это топик, который можно одевать вместо нижнего белья. Потом сверху одевать какие-то майки с глубокими вырезами, либо просто надевать майки с какими-то глубокими вырезами, вот подмышками. Либо просто какие-то топики, которые без бретелек идут. Я, в принципе, для этого и заказывала именно этот топ. Он шел, кстати, в таком вот обычном пакетике. Это идет S, и она на меня большеватая. Я не могу сказать, что я с недавнего времени похудела очень сильно, и ношу XS, навряд ли, но почему-то очень большой такой размер на меня. Если бы здесь были, в принципе, чашечки, которых нет, то на меня размер бы подошел идеально. Он идет двухсторонний, его можно выворачивать. Ну, во-первых, с другой стороны здесь у нас идет такой вот шлейф списка. И, ну, я понимаю, его можно отрезать, в принципе. Но вот эта вот сторона, ну, обычная такая вот хэбэшная ткань здесь. Даже хэбэшная, я бы не сказала, что она полностью хэбэшная, наверное, с примесью синтетики какой-то. С другой стороны у нас идет такая вот ткань ажурная больше. Очень такая вот на нижнее белье похожа уже на какие-то такие изящные бюстгальтера, трусики. Но дело даже не в этом. Я просто думала, что будут чашечки. Так, если одевать, он с меня спадает. Он, конечно, не сваливается с меня, но вот постепенно как-то спускается немножко вот к самой груди. И, получается, как-то виснет, передавливает. В общем, это некрасиво получается. Честно скажу, на 70 гривен вот эта вот тряпочка не тянет, абсолютно не тянет. Я думаю, если бы у нас продавали в магазинах вот эту вот вещь, она бы стоила дешевле. Однозначно дешевле. А если бы стоила дороже, ее бы никто бы не покупал. И это все, чем я хотела с вами поделиться из компании Avon. Надеюсь, вам это видео было интересно, чем-то даже полезно. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.